ну и самое время посмотреть что же здесь что же еще здесь есть кого тут можно убить вдруг мы тут еще кого-нибудь найдем а вот жизнь не минуты отдыха да ящер есть 110 хитпоинтов довольно много у нас правда 106 довольно близко в принципе ах не знаю даже там трое отманивать придется сделаю давайте отманивать чушь там не впервые не хочет отманиваться теперь нужно отойти чуть-чуть и так вот продолжаем отходить продолжаем отходить да и слишком мы далеко отошли что случилось с тем ящером шутником да ничего с ними случилось живет себя припевающим заразу ладно эти три ящера какие-то слишком скользкие не нравятся они меня тут вот один есть два на тут два не получится может быть двоих так забьем а вдруг получится правда 110 хитпоинтов чуть слабее написано давайте поверим что чуть слабее заюзаем вот так вот да со спины в голову нам тоже в голову бьют ослабляем есть двоих осилили по 50 опыта дают между прочим отлично отманивать можно и вслепую не будет теряться времена отход крит арсений ну да надо так тоже попробовать вот жизнь не минуты отдыха давайте просто отманим ее заставим сражаться с собой да что-то у них очень маленький радио зрения не замечают этого ну вот видите чуть-чуть прям поставил в сторону и все понял надо восстановить силы какое там колдовство не успеваю просто колдовать реально секундочку понятно не прошло несколько критов и все гребные озерные ящера это я сумею так понятно я труб не фартанул а не с у ю 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 я еще не сохранил да как же так да и снин серьезно это какая-то жесть чё делаешь вообще Сейчас Чё-то я промахиваюсь, да? Чё я промахиваюсь? Да Грусть и тоска наполняют меня Понял Сто шесть Ну же Добей Почему у них там От дробящего защиты Нормально Отдыхай Фух, ель добили прям Свезло на последних ударах Прошли очень хорошие цифры Ну-ка, ну-ка Крепышам удобнее сначала правую руку спилить Да, спилить правую руку Вот об этом я что-то забываю всё время Я не привык подобным образом играть Поэтому забываю Давайте сейчас попробуем Хорошо 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 Еще в руку Вторую руку Не жалей Понял Понял Ну и где моя добыча? Теперь с двумя можно будет проще разобраться Одного со спины ваншотнуть Я еще повернись Да, давай Ты же хочешь этого Отлично Я теперь в голову продолжаю Это я сумею Красота Сейв Да, да Сейвы делаем почаще Сейчас Я тут думаю Достаточно много этих ящеров Что-то мне подсказывает Даже не знаю что Да Возможно Вот эти звуки Которые раздаются Это возможно Звуки от моей магии Кто знает Хорошо Так тут почему-то Никого нету Сделаю Что-то как-то пусто Еще ящеров Не подайте Не хотят Секунду Показалось Что за копьем Избивал труп ящер Говорит Дикий рядок Убил и поглумился Это по-нашему Да Гребные ящеры Вообще Вот жизнь Не минуты отдыха Все Я устал И тут у нас Еще какая-то есть Непонятная штука Постройка Да Может быть Тут есть хотя бы ящеры Не, ящеров Не завезли тупо Понятно Это в самом низу Хорошо Сейчас дракон Я не могу больше бежать Он технически Тоже ящер У меня дракона Тут мне не по зубам К сожалению Они во-первых Умеют летать Я до них Не очень хорошо достаю Ага Хорошо Так Маловимся Ждем когда он развернется к нам Молодец конечно никогда Не получится Он его прям сейчас Вот так что развернутся Сейчас Ну почти Одного надо ваншотнуть Обязательно Другого бьем по рукам Как чатик завещал Теперь в голову Теперь бафаемся Его дебафаем Тык 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 Почти Хорошо Перестали попадать Просто вот тупо Перестали попадать Сейчас Хорошо Слышите звуки А вот и дракон Обещанный Кто там про дракона писал Тут не то что дракон Умеет летать А то что не летать Не умеет Обидно Кроме одного Ничего не понял А вот и драконы По 2100 между прочим Синие дракончики Вы знаете Что-то мне надоедает Ящерах бить Давайте сюжет смотреть Все Драконы это слишком жестко Плевал я на драконов Они на меня тоже Наверное чем-нибудь Типа кислоты Или молний Да Слышишь звуки Это звуки Скорого обуза Нет Это звуки Того что мы Ливаем Ливаем пацаны Хорошо Я думаю Перезапустить игру Перед тем Как уходить сюда В жилище мага Или нет А Забьем И так нормально Подумаешь ФПС там Маленький Все как Старые добрые времена Я ожидал тебя Именуемый Избранным Ты Ты Меня Знаешь Своим Необычным Появлением Здесь Ты привлек Мое внимание А сумев Заглянуть В магический Шар Ты Заинтересовал Меня Еще больше Мой малыш Дракон Сопровождал Тебя везде И насколько Мне ведомо Временами Ты его Даже Замечал И чем Ближе К успеху Был твой Поиск Тем Сильнее Я ожидал Нашей встречи Но кто ты Как тебя зовут И если Ты настолько Могуть Что мог Наблюдать За мной Не выходя Из своей Пещеры То не Согласишься Ли ты Помочь Моей беде Ведь мне Наверное Не надо Тебе Рассказывать О ней Ты и так Все знаешь Ты Задаешь Все вопросы Сразу И непродуманно А не боись Что я Так же Поступлю С ответами Впрочем Частично Твое Любопытство Будет Удовлетворено Мое Имя Прозвучит Для тебя Как Тка Литан Рич Тианик Для такого Нетерпеливого Человека Как ты Это Наверное Излишне Длинно И поэтому Называй Меня Коротко Тка Рик Если Тебе Хочется Можешь Прибавлять К этому Имени Слова Великий Маг Но сам Я не нуждаюсь В такой Торжественности Я способен Помочь Твоей Беде Но Это Будет Своего Рода Сделка Мне В свою Очередь Тоже Будет Нужна Твоя Помощь Тебе Великому Магу Да Ты Шутишь Надо мной Мне Не до Шуток Отнюдь Все На Свете Имеет Цену Я Плачу Ее Сполна Никто Из Великих Магов Не Имеет Права Покинуть Свой Остров Вот И я Прикован К заброшенному Гепату Поэтому Мне Требуется Человек Способный Выполнить Мое Задание На Другой Земле Ты Должен Будешь Найти И доставить Сюда Двоих Молодых Людей Юношу И девушку Они Как и я Принадлежат К великой Некогда Расе Джун И мне Необходимо Впрочем Об этом Я расскажу Тебе Позднее Если Ты Пожелаешь А сейчас Ответь Согласен Ли Ты Можно Подумать Что ты Не знаешь Моего Ответа Заранее Конечно Я Согласен Итак Великому Магу Требуется Наша Помощь Что ж Мы Обязательно Ее Предоставим И отправимся В дальнейшее Путешествие В чем В чем С ним Можно Поговорить О Расе Джун Джун Гордые Гордые Магу 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 Я долго Привет Лен Кросби Читаю я чат Твича Он просто не Отображается Но он у меня Открыт На экране Так что Все более-менее В порядке Самое главное Мне временами Еще глаза в сторону От основного чата Отводить Подробнее В империи Кани Поговорим Когда мир Был един Гепат Был всего лишь Частью Огромного Континента После того Как могущество Джунов Иссякло Здесь Появились Государства Других Рас Ночь Беды Катастрофа Расколовшая Мир Погубила Эти Страны От них Осталось Меньше Следов Чем От давно Забытых Джунов Ночь Беды Пережили Лишь Две Империи Две Извечные Соперницы Кания И Хадаган Кания Куда тебе Предстоит Отправиться Представляется Мне страной Где правители Не проявляют Излишней Жестокости А их Подданные Чувствуют Себя Достаточно Свободно Но Не поддаваяся Соблазну Расслабиться И не теряя Осторожности Так Ну че Сможем ли мы Отсюда Отправиться В поселок И подчиниться Вот этот самый Хороший вопрос Потому что реально Подчиниться Перед тем Как улетать На другой континент Телепортироваться Туда Это хорошая идея Че-то нет Похоже Никак Вообще Ладно Как знаете Обратно Возвращаемся Вышли Такие Осмотрелись Решили Да ну его нафиг Полетим Сразу Как он Из двух людей Расу Хочет Взродить Известно Как По библии Там Два человека Было В начале А сколько Сейчас Наплодилось Ты смел Ты силен Ты удачлив Пишет Дерки Рядок Ты владеешь Древним Дзюцу Сэвлот Да Да Удача Сэвлот Собственно Говоря Пешком Можно вернуться Но для Ка нет Не обязательно Да Действительно Я думаю Сейчас Не будем Этого делать Ты же Не можешь Выбраться В смысле Откуда Куда Поехали На Ингас Давайте Силой Своей Магии Я отправлю Тебя На Ингас Возвратиться Тебе Поможет Мой Амулет Но Он Подействует Только Когда Девушка Будет Найдена Приготовься Ты почувствуешь Головокружение А Когда Придешь В себя Вокруг Уже Будет Растилаться Иная Земля Мой Малыш Дракон Будет Сопровождать Тебя И Пусть Твоя Удача Следует За тобой Так же Неотступно Дракон Это его рук дело Было на самом деле Маленький дракончик Который там По завершению Заданий Появляется Вот он какой Ингас Все вокруг Такое Белое Кажется Это называется Снег Зин зритель Сказал Горитбрим ТВ Что Часто Слышит Мой ник У тебя На стримах Вроде как Не должен Особо Светиться Может Кто-то С похожим Есть Да ну да Я тоже Не помню Что прям Уж часто Что-то Такое На В чате Видел Похожий На твой Ник Не знаю В общем Забей Красивые Блестяшки Какие Красивые Блестяшки Так Ну ладно Давайте Перезапустим Как раз Самое время Перезапустить Игру Так 36 Сейф У нас И На новый Континент Со свежим Только что Рестортанутым Клиентом Даже не клиентом В общем Приложением Так скажем Олени Вижу У нас есть Задание Найти город Для того чтобы Начать поиски Девушки На Ингасе Необходимо Прийти в город Главный ориентир В этой местности Два озера Верхнее и Нижнее Соединенные рекой Известно что город Находится где-то Севернее Верхнего озера Вот тут вот Поселок лесорубов Чтобы добраться До города От места Куда Произошла Телепортация Следует Сначала Направиться К югу И пройти Через Небольшой Поселок Лесорубов Лесоруб Настроен Враждебным Ко всему И ко всем Незнакомцам И надо Либо суметь Миновать поселок Незаметно Либо Вступить С его Жителями В драку Пройдя поселок Надо повернуть На восток По узкому ущелью Все Вот мы идем Сюда 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 Начнем Этот континент С того Что забьем Оленя Тонкая кожа Красота Там тигры Ходят Как раз Про которых Речь шла Насколько я понимаю Раньше Сделаю Новая боевая музыка Вау Мочили Лесорубу Спармлот Экспо Да Так и будет Конечно же Не значит Сидел Сбей оленей Да Готово Готово Тело Я бы даже Сказал Ну Убивать Всех Сразу Я не буду Насколько я вижу Из города Сюда Можно Будет Вернуться Так что Мы Спокойненько Пройдем Сейчас До города А всякий Геноцид Будем устраивать Позже Ага Понял Это мы устраивать Не будем В прямом смысле Как Прохождение По геноцидам Я имею ввиду Профарм Экспы Конечно же Зак Социопат Убивает всех Подряд Хорошо Ну как бы Что то плохое А вот и Лисорубы Я даже Не заметил Как вступил В схватку С ними Какая то Вооруженная Просто Лединка Где моя добыча Да Какая то Вооруженная Просто Лизинка Просто так Берет Зака И Прекращает Работу Игры Ох Жесть По-моему Игра нам Как бы Говорит Хватит На сегодня Уже Слишком Много Было Всякого Кровавого Рубилова Умри Поехали это я сумею сейчас посмотрим здесь тоже не избранный так что нет той силы охотняли былую силу у нас да понял сейчас сейчас готова дело на магию сил не лечимся через они какие-то жесткие вообще бешеным сказал вселение бешеных лесорубов хорошо все я выдохся какое там колдовство отдохнуть обыкновенная был избран из толчка силы в местном лесу спаситель мира настоящий конечно мне все вы что думаете мир спасает только супергерои которые никогда не запятнуют свои руки кровью чистыми идеалами и высокими моральными устоями нет вот такие вот безумные маньяки бывают спасают мир до лучницы меня очень неплохо кайтелом все это дать должное в нее хорошо получилось хорошо так что у нас все пробивает да пробивают давайте отдохнуть бы да что-то чувствую с эвлодом все пахнет здесь нужно осторожней быть просто так в рукопашку сейчас целого поселка выходить это плохая идея сейчас все согрелись сейчас она силу ты мне не нравишься сделаю еще в голову больше в голову все я выдохся мне бы отдышаться не тонн отдышались и побежали хорошо сейчас зак не мир спасает а просто выясняет кто он такой ему вообще по боку он лист сарубов разбойников про чужинность сейчас посмотри зонам в этой игре нет спасения мира зак тупо решает свои проблемы с медстраховкой всю игру сейчас у них тут просто нет медстраховки вот была бы медстраховка но тогда все было бы хорошо о собак спустили вообще молодцы все секундочку хорошо да давайте не будем как бы углубляться в поселок забьем пока что на это дело это уже не просто простолюдин а вооруженный простолюдин или мне кажется предыдущие такие же были это я сумею как выбирает избранных или это работает по принципу так вот ты ты избранный и пинком под задницу пинает в темную незведанную пещеру сейчас мне все то есть берет какого нибудь неудачника на которого очень легко свалить все проблемы и говорят все чувак ты избранный теперь ты обязан нас всех спасать так приблизительно в начале этой игры и было приходит наш зак в поселок и ему говорят избранный явился ну теперь ты нас конечно поселок заживет избранные нас от всех напасти спасет трофеи вещь полезная странный городок напоминает две страны городе кредок не хватает только башни с часами it's high noon последний не знаю чем там но это просто типичные захолустье такое авиа стороны они как раз таком антураж приблизительно все и были хорошо топ-топ-топ вот это вот это неспроста это что-то не то что-то наверное с чем нам пока встречаться не надо возможно ясно ага сделаю не получится тролляка молодой синий тролляка так не выйдет понял очень быстрый как мимо него проползти то вообще никак по ходу обойти только избранных от всех напасти и спас особенно от староста грит алексей да да сейчас а старство мы спасли но знаете не до конца как-то вот получилось так что он в итоге сбежал это немного смущает вот я сейчас из поселка ушел а там глядишь старость вернется сейчас ну и теперь мы наверное каком-нибудь верхнему мосту пройдем или тут нет моста вообще какой есть мост такой есть тебя я тоже убью вооруженный простолюзин понял темнеет он опасно стоять в темноте здесь даже с вооруженным хорошо все просто просто я зим готова дело ночь темная полна опасностей до ты же в поселке ни с кем не попрощался как же теперь ведь ты туда уже никогда не вернешься говорит биртучо как это не вернусь если вы хотите сказать что вот эта локация она была доступна только один раз при первом появлении на индусе вроде нет она вроде выглядит как достаточно большая локация с кучей разных входов выходов и и тут есть вот какие-то такие например поселение всяких лесовиков где мы еще явно будем появляться мужики чё тут стоите мы же вооруженный это лес наша работа тут стоять но ага стереотипы игровые вооруженные мужики всегда стоят и охраняют что там возможно сами не знают что вот она до активизация мужского пола в игре сейчас так а чё там про поселок на гепатию и неважно же бирту еще горит я про поселок на гепатию а что в поселок на гепатию не вернусь понят понят понял да не вернемся еще возможно под конец игры такой маленький-маленький спойлер но не факт я уж не помню там что конкретно вообще в конце игры будет понял сейчас понял сейчас тихонечко тихонечко отходим 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 они на нас идут прям сейчас нет не на нас трололо какой то просто что вы творите а рядом стоит простолюдинка или это простолюдин простолюдинка смотрит как кого-то убивают рядом и пытается сделать вид что она не она этого не замечает что она тут вообще ни при чем да понял вот тебе хорошо да сейчас тропея вещь полезная не можешь сражаться с избранным он слишком силен он может хилиться ты нет есть решение говорит дикий рядок просто медленный иди лунной походкой как видите не помогает вообще очень да тактика не работает ясно сейчас перед входом в этот городок я наверное сделаю сейф отдельный на тот случай если что-то поменяется в этой локации кого-то будет нельзя убить после того как мы зайдем поэтому у меня будет сейф специальный так куда нам там вход хорошо это будет 37 сейф заходим в город с лукой посмотрим что жена сколько же людей живет за ней наконец то я попал в этот город да что и говорить на наш поселок это мало похоже интересно как здесь люди живут бумага какая-то на стене висит ну-ка ну-ка так розыск и награда разыскивается молодая девушка прозванная принцессой поселившаяся на постоялом дворе единорог и пропавший оттуда второго числа десятого месяца примета кожа необычного красноватого цвета странная одежда тему кто найдет девушку губернатор вальросиан обещает награду чин лейтенанта городской стражи и подъемные серебром спешите ну и дела не иначе это та которую я разыскиваю молодой человек окажите любезность назовите себя и цель прибытия в город я капитан тельвар начальник стражи и должен быть осведомлен кто и зачем явился сюда впрочем ваш взгляд красноречиве всяких слов в мечтах вы уже отыскали принцессу не так ли а что нельзя мечтать разумеется можно но притворять мечты в жизнь увы подумайте похищена девица приглянувшиеся самому губернатору вальросиан так что спрятать ее должны были так как вам и не снилось а почему вы ее не ищите право мне хватает и обычного жалования а вам юноше я хотел бы дать добрый совет бросайте-ка вы это дело после того как губернатор вальросиан ввел новые налоги фермеры и лесоруба на городских очень злы со стражей они связываться не будут а на вас могут и отыграться наверное вы по дороге в город уже столкнулись с так сказать некоторой недружелюбностью наших простолюдинов мягко сказано меня чуть было не убили и вы капитан стражи так спокойно об этом говорите о простите меня конечно я должен был трубить сбор и отправлять всю стражу на вашу защиту а если же говорить серьезно юноша то для меня главное интересы губернатора и его приказы а вы уж извините всего лишь молодой авантюрист действующий на свой страх и риск ждать помощи от стража вам не стоит все просто предельно понятно кого мы видим хис и майра сверхзачатник вальросиан как раз собственно губернатор их кран сул или каран сул диэра сколько тут персонажей сразу чувствуется большой город не то что поселок с тремя рожами давайте поговорим сначала с с вером о пропавшей девушке город у нас небольшой все уже знают что ты принцессу ищешь старый сверхзачатник тебе так скажет сынок девушке помочь дело хорошее но опасное да тебя здесь один тоже расспрашивал а потом исчез как в воду канул такое дело и неизвестно что с ним случилось откуда он как и ты пришлый был говорят из столицы приехал спец по розыску сыщик словом ходил вынюхивал через круглую стекляшку следы на земле разглядывал трубкой дымил слова умные говорил хоть городской а толковый мужик был накопал чего-то в последний раз как я его видал он так чему-то рад был да вот недолго радовался отправился к востоку от города и все с концами не видел его больше никто краем уха я слыхал что убили его но если ты знал куда он отправился почему же не занялся розысками моя хата с краю мил человек да и дел у меня знаешь немало злый день наш местный торговец карансул опять снизил цены на шкурки вот и верчусь цельный день света белого не вижу сыщик исчез неспроста может быть раскрыв тайну его исчезновения я получу ниточку ведущую к принцессе хорошая мысль привет замбис на предыдущем материке ну не всех вырезал нет конечно кого-то оставил я же в конце концов не совсем уж там маньяк-убийца я же пока штука начинающий маньяк так купить продать заказать самое время починиться что же у них в продаже есть у нас опыт имеется железный боевой молот заклинание преграды из молний урон шестнадцать двадцать четыре бронзовый кинжал железный длинный меч восемь двадцать пять железный короткий лук конийские охотничьи сапоги с грубой ткани ткань у нас там такого не было на гепате там ткани не было там была кожа шкуры всякие тут видите ткань есть легкие поножи из бронзы легкие кирасы из бронзы с орлиным взором ну бронза это как-то бомжовский совсем кольчужная рубаха из железа увеличение силы двадцать три тысячи но у нас деньги есть на это можно в принципе кольчужную рубаху сделать а чё хорошая тема же вайтфлайн говорит ты же вроде хотел в гепате купить руны чтобы продать и размножить да да я это сделал у меня есть руны я с собой взял дикий людок говорит я ж не совсем маньяк-убийца тем временем гепат утопает в крови рядом с горой распотрошенных искореженных трупов сидит одинокий несчастный бандит оплакивает братьев нет бандиты там вроде вымерли там одинокий ящер скорее всего сидит такой оплакивает своих сородичей музыка в магазине да хороша железные боевые перчатки слушайте прям так хочется вы знаете все купить сразу крылатый шлем но в чем проблема все что есть здесь мы получим на халяву скорее всего так или иначе по квестам так что тратить деньги особого смысла нету странно но факт бронза железо шкур зеленого траля а сорок три штуки продается ты посмотри что ладно это все круто ну давайте поговорим с торговцем просто о девушке это ты что ли хочешь отыскать принцессу занимайся этим сам меня зовут торговец каран сула не помоги всем твои деньги мой товар остальное меня не волнует ладно спасибо и на этом а если положим мне нужно будет что-то по части магии прикупить к кому я должен обратиться может быть торговец ты и знатный но на мага не похож мало ли кто на кого не похож вся торговля в городе моя значит и руны я тоже продаю а уж кто там их у меня составляет дело десятое зря что ли магеси диэри отступные плачу магесы есть окей а руна он что то что точно сам продает что-то не видно чертежи вижу оружие вижу рун не вижу рун он продает балабол ах принцесса такая щупленькая с красной кожей не знаю мне это не интересно и кстати юноша вы не похожи на деревенского дурачка и поэтому я магеса диэра дам вам совет исключительно из симпатии вам тоже не стоит интересоваться судьбой пропавшей девочки недавно пропал один из таких же сыщиков самоучек то ли погиб то ли заблудился в лесу поразмысли о его судьбе юноша мое почтение дикериток еще не так как ее магичкой назвать надо правильно магесса ну и их собственно говоря эй парень говорят ты собираешься искать принцессу вместо пропавшего сыщика допустим что так а кто ты собственно такая и почему об этом спрашиваешь меня зовут майрана и я неплохо обращаюсь с луком по крайней мере мне самой так кажется если ты собираешься часто выходить за городскую стену я могу оказаться тебе полезной это почему ты так решила сразу видно пришлого человека жил бы ты здесь не спрашивал бы тебе же капитан ясно сказал в провинции волнение не успеешь отойти от ворот на сто шагов как сразу превратишься в подушечку для иголок сам знаешь у нас на ингосе лучники бьют метка ну видимо ты права майрана мне и самому по дороге в город показалось что у жителей окрестных деревень весьма своеобразное понятие о гостеприимстве если мне понадобится спутник я тебе не забуду да не забудем не забудем ну как ты решил нужна ли тебе моя помощь помощь то мне нужна но ты ведь захочешь каких то денег в оплату своего труда риск опасность и все такое честно говоря я еще не состою в гильдии наемников и не имею права требовать денег моей оплатой будет боевой опыт который даст мне возможность в эту гильдию вступить а потом я свое наверстаю в таком случае я не против прекрасно есть еще один персонаж которого можно раздеть маг я слышал что ты ищешь принцессу подумай возможно тебе нужен человек обладающий особыми талантами а кто ты такой и какими талантами ты обладаешь мое имя длинное можешь называть меня просто хис а что до моего таланта я неплохо колдую но с тех пор как в городе появилась магесса Диэра остальным магам приходится туго губернатор запретил заниматься практикой всем кроме этой беловолосой нет я не буду опускаться до базарной ругани скажем так этой очень расчетливой и не очень брезгливой женщины такой человек мне и в самом деле может пригодиться надо его запомнить я еще не решил стоит ли вести дела с тобой и кроме того у меня сейчас есть дела в городе господин капитан может быть вы дадите совет как найти девушку я понимаю что у вас много дел но юноша я ведь уже сказал вам все что об этом думаю не заставляйте меня повторяться ну если вам так и не имется можете поискать доброго рыцаря Бриссона извините кого слушай из какой же глухой деревни ты взялся у нас всем известно про рыцаря Бриссона который решил что города это рассадники зла и ушел жить в леса а когда он из леса выходил начинался полный беспорядок то сборщика налогов убьет а деньги прямо на дороге оставит то за охотниками гоняться начнет мол не в сезон олени бьют то еще какую-нибудь глупость придумает его так и прозвали добрый рыцарь правда последние годы про него ничего не слышно помер наверное и мир его праху от живого хлопот было куда больше у нас остается еще губернатор с которым мы обязательно сейчас поговорим господин губернатор я недавно в этом городе и хотел бы обратиться к вам молодой человек вам очень повезло я сейчас в прекрасном настроении и расположен делать людям добро первое доброе дело которое я сделаю лично для вас дам вам совет никогда не обращайтесь ко мне до того как о вас доложит или я сам проявлю интерес к вашей персоне на первый раз я прощаю вам эту дерзость но в следующий раз вы получите десяток плетей прошу не считайте меня жестоким напротив я в некотором смысле либерал и не чураюсь общения с простонародьем но все-таки традиции есть традиции и мой долг поддерживать их пусть даже не популярными методами ну вот и поговорили у нас есть задача найти тело сыщика искать мы будем здесь в районе в общем давайте прочитаем сыщик пытавшись отыскать девушку бесследно исчез и скорее всего погиб нужно найти его тело когда сыщика видели последний раз он направился в поселок лесорубов расположенный в долине к востоку от города и нам нужно этот поселок лесорубов найти следует помнить что провинция находится на грани бунта и незнакомец тем более пришедший из города будет встречен здесь очень недружественно мочи либерала не ну почему же у торговца вроде был магический раздел наверное и рун там есть говорит артал да сейчас посмотрим обязательно магический раздел вот у нас магический раздел есть у него есть чертежи 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 есть у него также зелье и жезлы в которых есть только зелье и жезлы как ни странно материалы и все предметы в общем то все а снизу 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 магические заклинания вот оно как делается забыл я совсем об этом потому что я привык что на гиппати там у них либо то либо это есть а здесь вот переключаться можно все отлично ускорение увеличивать скорость нанесения ударов и использование заклинаний офигенная штука интересно а можно такое если куда-нибудь там не знаю в кирасу запихнуть или в штаны вот ускорение в штаны то что надо и как я вам говорил все заклинания здесь они заклинания молнии а у нас заклинания огня сабы взяты ночное зрение появилось фейерверк тут есть и есть ослабление добавилось замедление замедляя скорость нанесения ударов и использование заклинаний врагом то есть можно сделать и замедление куда-нибудь и куда-нибудь ослабление чтобы совсем врагу плохо было будешь ли хилку в жезл пихать думаю да надо обузить по полной привет ларкан ларкан давно говорит я не попадал на твои стримы смотрю опять решил взяться за великолепную классику как старый добрый да 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 классная игрушка вообще столько воспоминаний приятных от нее сейв лод сейв лод кидая огонь бери молнию вас лау тором но с этим мы будем разбираться уже в следующий раз я думаю на этом стоит сделать перерыв до следующего стрима мы покинули гепат прибыли на ингас и теперь мы занимаемся поисками девушки и юноши расы джун по запросу мага великого с гепатом который обещал нам что если мы ему поможем найти этих двоих то он поможет нам вернуть память и понять кто же мы такие но это все будет потом вот на сегодня я закончу но перед тем как заканчивать хочу вам напомнить господа подписывайтесь на вконтакт или твиттер чтобы быть в курсе того когда будет анонс следующего стрима ну и вводы будут на ютюбе а в дискорд заглядывайте тоже там можно пообщаться початиться на сегодня же все все вам самого наилучшего с вами был дайс и до новых встреч пока пока